Сын. Слушаюсь. Кто это написал? Девушки отдыхают. Кто это написал? Кто это написал? Уже скоро, мама. Смотри, вершина. Мы совсем рядом. Твой колчан. Лямка лопнула, когда мы дрались с драконом. Ничего, вроде держится. Стой. Сломанный колчан замедляет стрельбу. С болью можно мириться. С плохим оружием нет. Пока сойдет. Хорошо? Да. Иди. Спокойно. Гляди под ноги. Вперед. Вперед. Другой. 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 Продолжай. Продолжай. Иди. Другой. Продолжай. Первый. Ты ведь тоже это слышишь? Да, умолчи. Тот человек, что приходил к нашему дому. Ты же вроде убил его. Тсс. На этот раз ты не один. Видимо, дело важное, раз сыновья Тора почтили меня своим присутствием. Ну что, до сих пор из шкуры вон лезете, чтобы впечатлить папочку? Судя по следам, татуированный человек теперь ходит с малым ребенком. Куда они держат путь? Ну а мне-то почем знать? Ты же все-таки умнейший из живущих. И умнейший из умерших тоже. Ты поможешь мне, а я тебе. Скажи, где они, и я поговорю с Одином. Твой отец не освободит меня, Бальдер, и не даст тебе меня убить. Тебе нечего предложить мне, так что бери свои вопросы, свои угрозы, своих тупых дуболомов и проваливай. Мы еще вернемся, и выбьем тебе второй глаз. Не забывай, мы повсюду. Так и будет, правда? Так и будет, правда. Так и будет, правда. Так и будет, правда. А, ну вот и вы, легки на помине. Татуированный человек и малый ребенок. Пройди за ними следом, убедись, что ушли. Да мы же видели. Делай, что сказано. Он не знает, кто ты. И меня это устраивает. А? А ты кто? Я величайший посредник для богов, великанов и всех созданий девяти миров. Здесь я знаю каждый уголок, говорю на всех языках, знаю про все войны и все сделки. Мое имя Мимир. Я умнейший из людей. И могу ответить на все твои вопросы. Зачем мы нужны сыну Одина? Ну ладно, в моих знаниях бывают пробелы. Один заточил меня здесь уже сто девять зим назад. Я умный малый. Я догадаюсь. Обещаю ты. Дай мне время. Да ушли они, ушли. Как я и говорил. Мать мальчика умерла. Она хотела... Чтобы мы развеяли ее прах на самой высокой вершине всех миров. О, братишка, так тебе нужно совсем не сюда. Самая высокая вершина-то не в Мидгарде, а в Йотунхейме. В стране великанов. Нет! Не может этого быть. Взгляните. Это самый последний известный мост в Йотунхейм. Видите гору, похожую на огромные пальцы царапающие небо? Вот самая высокая вершина. Не это. Может, пойдем по мосту? У нас есть беврёст. Когда великаны разрушили все мосты в свою страну, этот они закрыли тайной руной. И знать эту руну может только великан. Но все они очень давно покинули, Мидгард. Верно. Но сегодня ветра судьбы подбросили вам странное совпадение. Ведь есть лишь один человек, который поможет вам попасть туда. И, к счастью для вас, я сегодня не занят. Мы ведь идем в Йотунхейм, да? С точки зрения тактики, это лучший и единственный выход. Лишь туда за вами не пойдет тот, кого нельзя убить. Что надо делать? Ура! Для начала отрубить мне голову. Чего? Ни одно оружие, даже молот Тора не освободит мое тело от этих оков. Но, к счастью, тело и не нужно. Надо лишь найти того, кто оживит мою голову с помощью древней магии. Магии? В лесу живет ведьма. Она это умеет. А захочет? А сможет? Попробуем. Не сможет. Ты будешь мертв. Он ведь пытает меня. Каждый день, брат. Один занимается этим лично, поверь мне. Его фантазия безгранична. И так каждый день. Это... Это не жизнь. Ну ладно. Я не могу на это смотреть. Брат. Сперва послушай, мало ли как оно. Мальчик. Чем позднее ты скажешь ему о том, кто он, тем хуже, он возненавидит тебя и никогда не простит. Есть многое, о чем он не должен знать. Да? Значит, твои тайны для тебя важнее сына. Ну все, я рублю тебе голову. Я не против. Йотунхейм, мы отправимся в Йотунхейм. Мы найдем затерянный мир великанов. Это... Это... Не ко времени. Ну да, я это и хотел сказать. Это мост в Йотунхейм? Он похож на те странные двери. Наверное, Мимир поможет нам во всем разобраться. Если мы его воскресим. Скоро мы переведем руны Мус, Пельхейм. Ты помнишь путь к дому ведьмы? Да. Он в лесу с кровавыми листьями. К югу от озера. Я знаю, куда идти. Надеюсь, она вернулась из Альфхейма и оживит Мимира. Он был хороший. А ты ему голову отрезал. Альфхейм. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прыгаем Правда? Это плохая мысль! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да нет Хорошо Так лучше! Ну и что вам еще надо, а? Когда Синдри уходит с головой в работу, он даже пожрать забывает А если и скоро... Как попасть обратно к ведьме, сын? Сперва найдем лодку Крик Хорошо, и куда мы направимся теперь? Вон там, за большой статуей Тора Жаль, что мамы нет с нами в таком путешествии Жаль, что мамы нет с нами в таком путешествии Она ведь умела драться, да? Да, она сражалась красиво. Ну что, расскажешь что-нибудь интересное? Какая история? Ну как же, мама всегда что-то рассказывала. Ты что, не любил в детстве сказки слушать? Когда-то я знал одного человека. Его истории были короткие и полезные. Звучит неплохо. Вода убыла. Когда змеи вылезутся, да, я помню. Я знаю, ведьма многое умеет, но сможет ли оживить голову? Она вроде искусна в своем ремесле. И терять нам нечего. А если не получится, мы голову себе оставим? Нет. Но можешь скормить ее рыбам. Ладно. Дверь исчезла. Наверное, черепаха встала на ноги. Как нам попасть наверх? Ищи. Ищи. Жду команды. Слинь! Стреляют влево! Почти готов! Ань, дрова! Не могу! Слева! Ты его сделал! Ну как? Ты внимателен. Ёлка! Это не только ключ Крона Муспельхем. Здесь еще и Ру на пути. Отправимся в мир огня? Похоже на выход. Назад Аси. Похоже богам тут не рады. Вон она! Надеюсь, она нас помнит. Привет, Чёрли. Твоя подруга здесь? Что это за имя? Она сказала, что ее так зовут. Ну, я так услышу. Говори, Чёрли. Вперед! Я готов! Дрова! Не. Попробуй. Не. Нет. 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 Не. отец она здесь я очень очень рад тебя видеть я знал что ты жива привет а ты можешь оживить голову я не очень понимаю что погоди где-то это взял эти стрелы дай их мне быстро но это подарок делай что тебе говорят это очень опасные стрелы колдовские если найдешь еще уничтожь их понял ты меня понял или нет отвечай да я понял если найду уничтожу очень хорошо прости если хочешь возьми мои стрелы взамен они мне больше не нужны ну что там за голова ты хоть сам понимаешь кто это ты убил его по его просьбе он сказал что ты его оживишь я а ты не ослышался пожалуйста неси его к столу family я уже очень давно не занималась древней магией подержи давай посмотрим ну к счастью голова не сильно сгнила и мозг все еще цел хороший срез отрубить голову не кому-нибудь а ему надеюсь ты знаешь что делаешь теперь держи голову под водой и не отпускай ты понял довольна получилось покажи мне ими мир слышишь да хорошо оу фрея давно не виделись хорошо выглядишь я сделала это только для них лично я считаю что тебе лучше быть мертвым я бы поклонился если бы мог прости меня если бы я знал что ведьма в лесу сама фрея никогда бы такого не предложил фрея ты что богиня фрея ой ты не знал прости когда пройдет слух что мимир на свободе один будет ярости ты богиня была первой среди ванов когда-то теперь уже нет ты не сочла нужным об этом сказать ты действительно хочешь прочесть мне лекцию по этому вопросу сын мы уходим но жива не за что зачем ты так и нельзя доверять потому что богиня и я тебя ничему не научил она же помогла нам она лгала